Добрый день, уважаемые зрители! 15 мая в календаре есть добрый праздник – Международный день семьи. Все начинается в семье. Призывный крик ребенка в колыбели и мудрой старости докучливые стрелы – все начинается в семье. Умение прощать, любить и ненавидеть, уменье сострадать и радость жизни видеть – все начинается в семье. Перенести печаль и боль утрат, опять вставать, идти и ошибаться – и так всю жизнь, но только не сдаваться. Все начинается с семьи. Семья – это близкие и дорогие люди, с которых мы берем пример, о которых заботимся, которых любим и, конечно, которым желаем счастья и добра. Провести этот день весело и полезно я предлагаю с нашей игровой программой. Вас ждут неожиданное задание, интересные вопросы, семейное творчество, возможно, новые открытия друг о друге и, конечно, хорошее настроение. А начинаем мы с разминки, которая называется «Кто?». Для разминки вам понадобятся карточки на каждого участника. На них нужно написать, кому они принадлежат, а также список смешных и неожиданных вопросов. Например, кто из вас быстрее всех ходит в магазин, а кто больше всех ест тихоря конфеты, или кто готовит самую вкусную жареную картошку. После вопроса все участники поднимают табличку с именем того, кого считают самым-самым в этом вопросе. Поверьте, море смеха и неожиданных открытий вам гарантировано. Ну что ж, после разминки самое время переходить к первому заданию. У каждого члена семьи есть свои интересы, свои занятия и вещи, которыми пользуются только они. И не всегда все остальные знают, как они называются и для чего используются. Но семья – это место, где каждый понимает друг друга с полуслова. Давайте проверим, так ли это. Участникам описываются ситуации, в которых каждый член семьи рассказывает о какой-то вещи или просит что-то сделать. Задача остальных – понять, о чем же идет речь. Мама готовит на кухне обед. На плите в одной кастрюльке варится борщ, в другой что-то еще. Мама занята кулинарными хлопотами. Вы заходите на кухню попить воды. И в этот момент мама просит вас. Подай мне, пожалуйста, шумовку. Что именно просит подать мама? Шумовка – кухонная принадлежность в виде большой плоской ложки со множеством мелких отверстий для прохождения жидкости. Дедушка заходит в комнату внуку. Тот сидит за компьютером, слушает музыку, играет в виде игры. Дедушка спрашивает, что делаешь, нучок? А он ему отвечает, ничего, дедуль, челюсть. Дедушка ушел в замешательстве. Так что же делает внук? Челить от английского chill, что на молодежном сленге означает развлекаться и отдыхать. Вы вместе с папой заняты в мастерской. Мама попросила сделать поддоны для рассадки. Папа, не отвлекаясь от деревянных заготовок на столе, говорит, «Ты не видел Римус? Только что лежал рядом». Что именно потерял папа? Папа потерял инструмент для проведения на заготовке разметочных линий или перенесения размеров с черчежей на заготовку, то есть Римус. А мы переходим ко второму заданию. Обычно семья состоит из трех поколений. Дедушки и бабушки, папа и мама и дети. И у каждого есть свои предметы или явления времени, которые понятны только им. Так вот, перед участниками будут представлены именно такие артефакты. А остальным нужно объяснить, что это такое, как им пользоваться, как его называют или как он расшифровывается. Музыка 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 Итак, когда мы немного погрузились в мир каждого члена семей, можно приступать к более сложному заданию. Музыка 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 Каждый член семьи пишет по два задания, которые он выполняет в семье, выполняя роль папы, мамы или ребенка. А после все обмениваются этими списками и в ближайшее время выполняют те задания, которые им выпали. Например, папа становится мамой, мама ребенком, а ребенок вырастает до главы семьи. Папе необходимо собрать детей в школу или детский сад со сменкой формы на физкультуру, обедом и учебниками или игрушками. Маме нужно снять серию сторис или провести прямой эфир в инстаграме детей. А если дети маленькие, нарисовать картины на обоях, разбросать кубики и выбросить конфет. Это тоже серьезная работа. А детям достается выбросить мусор и провести осмотр квартиры на предмет поломок и ремонта. Еще раз напоминаю, соблюдая технику безопасности. А у нас четвертое задание. Весь житейский опыт с давних времен собран в поговорках и пословицах о семье. У меня есть для вас начало поговорок и пословиц и их окончание. А ваша задача соединить в это единое целое. Вот мы и подошли с вами к последнему, пятому заданию. Оно будет творческим. В нем можно проявить всю свою фантазию, все свои задумки и идеи. Да, обычно говорят мой дом, моя крепость. Ну а дом там, где семья. Поэтому семью также можно в некотором смысле назвать крепостью, защитой и опорой. В последнем задании я предлагаю вам построить свою семейную крепость и придумать для нее свои семейные правила. За фундамент возьмите любовь. Укрепите стены взаимопониманием и уважением. Утеплите ваш семейный дом крепость заботой о каждом, кто в нем поселится. Украсьте поддержкой и доверием. А на входную дверь повесьте подковы удачи. Почаще выставляйте на окна погреться на солнышке общие мечты и цели. А за обеденным столом пусть всегда на почетном месте царит гармония. И тогда в любом уголочке вашего дома всегда будет жить счастье. Напишите свои семейные ценности, добавьте свои правила, украсьте в красивую рамку и повесьте на самое видное место. На этом игровая программа подошла к концу. А завершить ваш вечер я предлагаю семейным ужинам, которые вы приготовите все вместе, просматривая семейный альбом с фотографиями и вспоминая самые теплые и самые значимые моменты в жизни вашей семьи. Например, как этот вечер, когда вы с уверенностью можете сказать «Мы одна семья». Я прощаюсь с вами. До новых встреч!